Микс Ньюс В гостях у нас Кристина Корвин Павица Багалистка Преподаватель Три в одном Доброе утро Или кто-то еще? Мы что-то забыли? Я мама, дочь, жена, человек Композитор Как у тебя, да? Человек, композитор А почему композитор на последнем месте? Не, не на последнем Вы просто сказали много чего уже впереди Поэтому я так уже, да, вспоминаю Кто я там еще Ты очень необычно преподаешь, да? Ну, так говорят Да, вот почему так говорят? Что значит кидай голос за гараж? Это инсайдерская информация Кидай голос за гараж Значит, расскажу, ну, вкратце, наверное, историю свою Что, когда я, мне там было 13, 14, 15 лет И вот это желание петь Ну, оно у меня было давно Оно у меня было с детства Но тогда ты понимаешь, что надо уже куда-то расти Ты уже хочешь петь, как известный исполнитель И ты ищешь педагога И мне с ними жутко не везло То есть в то время преподавал все, кто хотели Кто считали, что они умеют петь Значит, они умеют учить Мне очень сильно испортили голос Настолько сильно, что сказали фониатор Сказала, что фониатор – это врач по голосовым связкам Есть флорфониатор, есть отдельно фониатор Который вот занимается конкретно певцами Вот, и она сказала, что если я буду так продолжать петь Я перестану говорить А почему ты к ней вообще попала? Потому что я поступала в музыкальный колледж тогда И нам надо было справку от вот этого врача А как вообще можно испортить голос? То есть в каком стиле? Неправильно им пользоваться То есть много кричать Ну то есть идти вот на износ Очень громко петь А вот такое громкое неправильное пение Это уже крик Получается вот на выкрики ты все высокие ноты И выдавливаешь То есть как голосовая связка все равно в напряжении получается Да, они просто не выдерживают И получается любая простуда Когда ветерок подул, сразу болит горло То есть горло было самое слабое мое место А должно быть наоборот А как вот ухитряются эти рокеры Этому другу Этому А я бы наше люди отключаться начну Как они ухитрятся? Ну во-первых, есть техники И люди учатся так петь И не вредя себе Но с другой стороны, опять же, сколько певцов мы слышим Ну и я с этим сталкивалась Когда уже, например, вот Поняла, как это надо и что То есть ты, когда поешь на эмоциях Все время, все равно Ты будешь задевать что-то, делать неправильно Не в том плане неправильно А просто больше силы давать Из-за адреналина Когда ты выходишь на сцену Почему знаменитые все певцы Ну теряют голоса периодически Да, они, ну там Еще из-за того, что у них подряд куча концертов Да, то есть все равно идешь на износ Ну вот в итоге тебе сказали, что Если ты будешь продолжать То ты испортишь себе голос И вообще перестанешь говорить Что ты сделала? Нашла другого педагога? Мне посоветовали, да Начать заниматься классическим пением А ты занималась не классическим? Нет Я настоящая поп-певица Да, это у меня с пеленок Вот, я пошла заниматься классическим вокалом Это вообще другая школа Для меня это был космос Но это мне так помогло Вот, ну какие-то вещи, ну понять Что хотела А, по поводу моей, да Какой-то особенной методики Короче говоря, когда я уже Что же было дальше? Ну как, ты пошла Тебе попалась хорошая преподавательница, наверное Да, какой-то педагог от Бога Я подсказываю Опять же Вдруг это так и есть Да, просто сейчас много вопросов От моих, например, учеников Ну вот примерно Можете сказать Сколько времени займет Типа там вот обучение Да, сколько времени? Это же, это все индивидуально Я вот приду Мне от тебя споют и скажешь Ну, милая моя, да Ну, 185 занятий минимум Это мы только начнем до Да, да, да Если так это происходит Нет, это не так Вот я тоже, когда пришла К той учительнице Которая реально Меня из этого всего вытащила Она мне тоже сначала сказала Все, все круто Будет через три месяца В итоге три года Три года пришлось Да А почему не в опере закончилось Это обучение Раз это классическим Классическим вокалом Это не мое Не мое Я занималась, наверное, года полтора Вот И все-таки Ну, душа моя тянет на эстраду А если ты очень углубляешься в оперу Потом Очень Маленькому Проценту вообще Певцов Получается Переключаться С одного стиля на другой Это действительно сложно Она же не баска в конце концов Да? Вот Ну, я бы могла, на самом деле Наверное, быть басковым Потому что, вот, например Я училась Первый курс В педагогической академии И у меня был классический вокал И были девчонки Которые, по моему мнению Пели лучше, чем я Вот этим вот академическим Но я почему-то получала оценки выше И я так, ну, как бы Думаю, ну, ладно Ну, мне нравилось Мне нравилось Но все-таки Это Ну, на какой-то период времени Это тебе нравится Но не Настолько, чтобы связываться Если мы Если вернуться Допустим В преподавание В педагогику То вот к тебе приходят люди Очень разные И они приходят Очень разных возрастов Тебе же не приводят детей С пяти лет Ты же обучаешь И взрослых И подростков обучаешь То есть Человек решил, что он хочет петь Он пришел к тебе И ты начинаешь Использовать Какие-то свои методики Они у тебя Это интуитивно идет? То есть ты просто Исключительно Вот опять же Пример с моей учительницей Которая мне вроде как По полочкам все раскладывала Мне было все понятно Но С другой стороны Если бы это было еще проще Если бы это еще было Связано с кем-то ассоциациями Ведь Мы голосом пользуемся каждый день Правильно? Мы испытываем эмоции Какая самая распространенная ошибка Людей, которые пытаются петь И у них что-то не получается Это верхние ноты Как их взять? Все начинают их выкрикивать Вот реально Все поголовно Им кажется, что высоко Это трудно Виск Это сложно Надо приложить Максимум усилий Вот На самом деле Мы когда радуемся Эй Класс У нас эти высокие ноты есть Когда мы Злимся Ну не знаю Ну злиться Наверное не очень подходит Потому что тогда Начинаются вот эти крики Я поняла Что Так проще Ну мне самой То есть это чисто Мой опыт То есть мне не было понятно Когда мне говорили Возьми эту ноту Вот так оттуда В затылке Чувствуешь ушами Здесь Да Все в себя Все в себя Диафрагму потянуло Купол и маска Что? Ну Я-то сейчас знаю Что это такое Но пока ты не почувствуешь Это на себе Ну где этот купол? Куда этот звук идет? Ну нет смысла Говорить эти термины И что ты какую замену-то делаешь? Ну вот как ты заменяешь Ученикам своим Да Вот эти классические формулировки Что ты с ними делаешь? Первое с чего мы начинаем Чтобы например Те же высокие ноты У нас были легкими Мы Сюсюкаемся То есть вы садитесь там С возносом человека Не-не-не-не-не Вот это все Привет И все Все высокие ноты Вылазят сразу же У любого человека А как себя чувствуют Например Там Там мужчины взрослые Взрослые женщины Они в шоке Бизнес-уман какая-нибудь приходит А у нее этого может быть В крови-то и нет Этой способности Смотри Сюсюкамемся Мы больше с девчонками Потому что им важны Высокие ноты Мужчинам не так важны Высокие ноты С мужчинами наоборот Есть даже так Что приходят С такими Зажатыми верхами Орущими Либо Настолько Стеснительные Что вообще Они вообще их не показывают И тут Применяется Другой прием Как его по-другому Как его по-другому назвать Потому что Метод Способ Метод Да Вот такой То есть Какой Рассказываем Скорее Блатной Блатной? Ну скажем так Я его по-другому Назову Но это не очень То есть они начинают Грубо говоря Пунтоваться Тогда у них появляются Не за Мы берем Какие-то слоги Мы берем фразы Из жизни Не знаю Я иду домой И вот он Что ты смотришь Да Вот так Это фантастика И они потом петь начинают Да И они такие С такими глазами Раз они Сукачева петь начали Да И вот вообще Хотели другое А вот как-то послужилось Но Вообще У тебя Вот эти фразочки Которые ты периодически кидаешь Да Вот туда вот Кидай голову Пришла фраза В голову Не знаю Мы пошли гулять И пошли Даешь ноту И человек на нее говорит А в каком возрасте Вообще приходят И зачем люди приходят В караоке попеть Не подсказывай Пусть ты сама расскажешь Это Олег из этой рыбы Прочитал Нет Нет Она даже не откроет Нет Нет Я просто интуитивно Зачем бы я пошел В караоке А нет Открыл Да На самом деле Более взрослые Они Ходят в караоке Они понимают Что черт Наверное надо И они приходят Готовятся Готовятся к тому Чтобы потом Пойти в караоке И не ударить в грязь Лицом Ну мне кажется Караоке Сейчас уже Не так Не так Это было Года три назад А сейчас Зачем Зачем там Взрослым мужчинам Женщинам петь Для души Для души То же самое Что танцы Очень Большое количество Людей Идут Учиться играть На инструменте Потому что Это то Что отвлекает Но это Скорее Получается Люди приходят Как хобби Заниматься Да Они говорят Нет Я для себя И что мне Я говорю Да-да-да-да Конечно Мы для себя И потом Через какое-то время Там месяц Два-три Проходит Я говорю Ну слушай Ну надо уже Это показывать Надо выступить И у людей Загораются глаза Именно тогда Когда они уже Понимают Что они что-то Умеют Ну то есть Они приходят Все Все как один Говорят Мне медведь на ухо Наступил Я петь не умею Ничего не умею Оказывается У них прекрасный Музыкальный слух У них есть голос Просто вот Кто-то Когда-то сформировал У них эту мысль В школе Например Там На уроке хора Как обычно Да Это происходит Ой Тебе не дано Иди То есть в каждом из нас Погиб повороте Да Практически А есть люди Которых нельзя научить Есть Безнадеги Есть Сколько Много Их меньше Меньше чем Меньше чем Меньше чем надег Меньше чем надег Да Намного меньше Это люди Как мы уже с тобой говорили С более математическим Складом ума То есть Им надо Что все точно И Ну таких людей Не то чтобы Сложно научить петь Они не могут Просто через себя Пропустить музыку Так Чтобы это было Красиво Да То есть люди Привыкли Ну вот думать Прямолинейно Да Как это еще назвать Ну то есть А в музыке У тебя должно быть Воображение То есть Безнадеги Это математики Которые не могут Вот два плюс два Обязательно четыре А может быть пять А может быть сегодня шесть Да Как показывает практика Я про себя говорю Ну С математикой Должно быть плохо Чтобы музыке было хорошо Но Можно это отключить То есть скажем Допустим Приходят люди У которых действительно Там математический Склад ума И действительно Они Очень такие Скажем Рациональные Очень рациональное мышление Но в процессе обучения Они научаются Если так можно сказать Отключать это Да Просто это занимает Больше времени Нежели тем людям У которых нет Этого Прямолинейного мышления Просто дольше времени будет Человек должен будет Очень-очень Контролировать Свои мысли Что он в этот момент думает Представляет О чем поет Запись Вот например Если человек хочет записать Ну не знаю Вот Песню Альбом Вот Насколько Есть возможность Вытянуть Ну то есть Говорят же Что сейчас можно Буквально любого Даже Неумеющего Да Вот прямо Сколько надо заплатить Чтобы сделать Из меня повороти Давай Вот Вот этого не получится То есть Раньше Да там Десять Сколько еще Чуть больше лет назад Вот автотюн появился Что такое автотюн Для наших летитов Ну это вот Это вот программка Которая ставится на голос Он становится электронным Там можно Не электронным А именно То есть Вытянуть Вытянуть Соглас Ну смотри Вот эта программа Ладно Не про автотюн Говорим Есть такой просто тюн А ты загоняешь туда Свой голос Одной дорожкой И поправляешь ноты Но Если ты при этом Спел плохо Ну У нас были примеры Мы там Всякие поздравления Записываем Люди приходят Поют Есть люди Которые поют Очень хорошо Кто-то просто А кто-то Ну вот И он сам понимает Что ну так себе Я пою И вот когда ты накладываешь Вот пытаешься Выровнять ноты Душевнее не становится Понимаешь Ну вот нету Такой программы Которая Вот ты там Это как эти Да Лидики На фейсбуке Типа она там Ужасно спела А там Звукорежиссер В поту Крутит эти каналы И вот да У нее там Получилось Можешь например Вот скажем Считать Насколько Сильно Над голосом Поработали После Насколько Сильна была Постобработка Когда слушаешь Ну просто Вот в записи Или концерты Когда фонограммы Например Или это довольно сложно Если человек В принципе Сам по себе Поет хорошо Но там немножко Где-то поправили Это не особо видно Слушай Ну это очень Так все Неоднозначно Нельзя бы говорить Про всех Кто-то поет Вот в студии И потом на концерте Так же круто Вот например Что меня Немножко разочаровало Это вот Хит Да играл Плакала Каска Да Классная песня Все там Ты вот слушаешь Прошла на концерт Я послушала Ну просто Лайв-версию И все Я не поняла Как может Так Отличаться Голос Ну опять же Кристина Мы вот сейчас Вынуждены Прерваться на Давайте На паузу На новости Да И продолжим После перерыва Микс-ньюс Продолжается Личное утро Кристина Корвин Исполнительница Педагог по вокалу Сегодня у нас в студии Также там Композитор Мама И много-много-много Других всевозможных Социальных функций Да Мы говорили Вообще О пении Как таковом Почему люди приходят В каком возрасте Они приходят Вот для души Они поют А вот например Если человек Приходит к тебе Да Он нам с нуля Он начинает петь Он что-то пробует Он Стесняется? Все стесняются Прям красные Как помидоры Стоят Это даже вот Приходят такие мужики С барсетками Как мы любим Из 90-х И все И боятся А что ты делаешь? Нет, они делают Они делают Им непривычно Я не знаю Это то же самое Что вот знаешь У них лица Как будто они пришли на йогу Их поставили В неудобную позу В неловкую Вот Нет, делают Я же вижу по человеку Насколько он К себе Подпускает Приходит Знаешь Радостно Когда приходят Такие очень закрытые люди Прям Ну просто вот Стена Скала И человек Начинает улыбаться Вот он Он не может Из него Выходит улыбка А потом Начинает с тобой Разговаривать Вот он Три урока Вообще не разговаривал Он просто делал А потом Начинает тебе Разговаривать Рассказывать Что-то о себе Ну все То есть Настолько люди У нас Закрытые То есть Вот это пение Раскрепощает Человека Получается Да Да Это как Типотерапия Хорошая Да В нас Заложили Что вот Это не делай То делай Все должны быть Не кричите Ты не в лесу Да Види себя Прилично Да У меня занимается Взрослый Достаточно мужчина И он Каждый раз Удивляется Что вот Он что-то делает Поет Он например Так делал В детстве И его затыкали Ему говорили Не ори Не мешай Не шуми И тут Ему это можно делать И он Удивляется Как так Ну Там вот Столько лет было нельзя Вся воспитательная система Союза А тут можно Понимаешь А ведь в Японии же По-моему Есть такая техника Где Отправляют сотрудника И требуют Чтобы он В публичном Каком-то месте Вот вышел на улицу В центре города И спел песню Да Выход из зоны комфорта И преодоления Не слышала об этом Не совсем даже так Там есть техники Когда например Топовых Менеджеров Таких больших компаний Которые уже так плотно И качественно сидят На своем месте Их выгоняют Например там Не знаю Да вот спеть в метро Допустим Не знаю Там просить милости Не знаю Танцевать в городе Потому что Ты немножко перезаряжаешь У тебя переключается сознание И ты на своем месте Как бы не засиживаешься У тебя нет закостенелости Такой Да Потому что ты за дня в день Делаешь Да форс-мажор Окей Но ты делаешь В принципе одно и то Слушай Но это не для нашего Менталитета Конечно не для нашего Это что Иди Станцуй в городе Нет Перед ним И будешь реально Се чувствовать Раскрепощение И увереннее в себе А потом уже пойдет танцевать А потом уже Да там через полгодика Пойдет танцует в городе Но есть ли у этого человека Может быть какая-то Расположенность Его голоса К определенному типу Не знаю Музыки Пения То есть вот Но есть же Наверное Условно говоря Вахтан Кикавиз Может просто обрамотать Пусть голова Моя седа Вот мы кстати с этого Начинаем со всеми Потому что С головой седой Седой головой Не конкретно с этой песни Но всегда мы выбираем Вначале песню Во-первых На родном языке На котором мы разговариваем Да Потому что английский Все приходят Я русскую музыку не слушаю Так Начнем с того Что ты по-русски говоришь И берем Вот чисто вот Речитативные Такие какие-то куски Сейчас полно Такой музыки Да Это раньше Все было пропевное Вот И берем Кусками И говорим И люди не понимают Как это я на первом занятии Уже что-то спел Какой-то космос А рэп Рэп это считать пением Или это Нет Все Мы теперь Прям вообще Это моя больная тема Почему? Потому что Нету музыки в этом Понимаешь? Ну нету Ну Каждый нету в этом музыке Если каждый может говорить То, что он хочет Каждый может Нет, там есть ритм Есть ритм И все Не считается Ну нет Не затачиваю Ты не будешь это напевать Это не музыка То есть Эминем не певец Говорун Птица Говорун Я, кстати, не помню Нет Он, кстати, пел в своих песнях что-то Или нет Но он крутой рэп-исполнитель Я не знаю Я не помню Он брал Все время кого-то на припевы Да Да Вот Но это не то С чем надо приходить Ну вот не то Если он говорит Я хочу петь рэп Ты говоришь До свидания Вон там за гаражами Просто постой Поговори со стен Да Ну то есть Либо если мы Если мы начинаем учиться Я вам не буду впихивать Книжки советские И говорить Что вот надо так Начинать Купол Все в себя Диафрагма Сзади подтянуть Сжать Есть какое-то понятие о музыке Давайте люди Будем как-то да Тоже Какая самая сложная нота Самообразовываться Чего? Какая самая сложная нота Нота? Да Нету Нету сложных нот Вот всем сложно Си Например Можно так Может быть такое? Я Я не понимаю вообще Чем Си какой октавы? Вот Какой Давай Первый Первый Второй октавы Самая частая Кто это говорит? Кто? Я спрашиваю тебя А почему ты говоришь Си? Все говорят, что Си Сложная нота Это пример был Он кто-то об этом говорил? Нет Я просто допускаю Что есть какие-то Например Вещи, которые легко даются Есть какие-то вещи Которые тяжело даются Слушай, это Очень сугубо индивидуально Да Есть, например У девчонок Смотри У девчонок Есть Там Какие-то переходные ноты Мужчина Они тоже есть Но там Как-то все попроще Почему-то Вот И Как раз таки Там Ля-Си Это такие переходные ноты На которых Надо очень контролировать Что ты делаешь А я угадала Не передави Ну Смотри Да Я говорю Кто тебе об этом сказал? Это интуиция Вот Но опять же Смотря Что это за мелодия С какой стороны она идет Что за звук ты поешь Какой-то слог Или какая-то буква Одному удобно Например Петь и тянуть Неудобно А конкретно На этой ноте И это Такие Штуки Есть у каждого Исполнителя Который он вот знает Что в этом он Вот Не силен Не силен Они просто Не показывают этого Они избегают Этих нот Этих Мелодических линий Это по принципу Например Я всю зиму Кушала-кушала А теперь у меня Оверсайз надет Да И все такие Какие у тебя странные ноги А дальше что? Ты знаешь Какие у тебя там Не знаю Даже вот по фигуре Например У меня там Вот не знаю Такая талия Мне надо ее скрыть Ты скрываешь И никто даже не обращает внимания Он не видит этого Да Каких-то таких Недостатков То же самое с голосом А ты же преподаешь дома У тебя дома студия оборудована Как у тебя близкие относятся к тому Что мало того Что у тебя все время ходят чужие люди Они еще и плохо поют Как правило Да То есть ладно бы ты одна пела Да Нет Вот у нас никто плохо не поет Вот когда человек еще не готов Я ему например не даю микрофон Да И Они еще с микрофоном поют Да То есть еще и соседи в курсе Да Это отдельная тема Отдельная тема Но О чем мы? О том что плохо не поют Плохо не поют Плохо не поют Я плохо просто петь не даю Если человек поет плохо Мы останавливаемся И разбираем Что тут такого не так Делаем это место Которое получилось плохо И оно получается хорошо Оно как бы Тоже люди у некоторых удивляются Что я перехваливаю например Я говорю Ну вы тоже меня поймите Я бы не сидела и не слушала это Если бы это было плохо Поэтому если уж я хвалю То на самом деле так и есть Во-первых многим надо Просто сказать Что ты молодец И У нас недохваленные люди Правда Очень Очень Недолюбленные Недохваленные Недохваленные Ну это сложно Это для меня больная тема И Только вот Наверное я вот Все сужу по себе И пытаюсь людям дать то Чего не хватало мне А всевозможные вот И задумалась Что я еще такое сказала Нет Господи А можно А можно это Нет Ну это правда Действительно Если мы возьмем Поколение Допустим Даже наших ровесников И чуть-чуть помладше То это дети В принципе Советских родителей Которые Не всегда находили Время на детей Да Это работа Это вечный дефицит Это очереди Некогда И потом Вот это вот Не орит и не в лесу Кружки были В доме пионеров В доме пионеров Не мама с папой Не мама с папой Не мама с папой же ведут Правда Мамы с папой нету Они все время где-то заняты И все время что-то делают И вот это вот поколение Теперь выросло Наполненное комплексами Да Зажатостью вот этой И в принципе Ты стараешься вот это Раскрепостить Раскрепостить Сколько, господи У меня получилось Да Нет Не от того Что получилось Обычно Когда песня Прям проникновенная Человек может заплакать Если он И вот это кстати Из разряда Когда человек С математическим Складом ума Спев песню Заплакал Ого А это была русская Или английская Русская А вот если английский Брать Вот человек Предположим Ну вот хочет петь На английском Но плохо говорит На английском Вот как Насколько акцент Может Надо спеть на русском Тогда Мы конечно Начинаем с русского языка Обязательно Вот Когда мы переключаем Когда я понимаю Что окей Мы научились петь По русски Давай переключимся На английский Мы не поем песни По полгода Одну песню Нет Ко мне приходят Тоже Там Дети Значит С историями Типа я вот Девять месяцев У той учительницы Пел вот эту песню Девять месяцев Серьезно И причем Как он ее пел Ну то есть Вообще Ну вот Ну вообще никак Поэтому нет Мы очень быстро Вот так вот Меняем репертуар Потому что Тогда идет рост И человек не зацикливается На одном У него все время Происходит развитие О чем мы говорили? Мы говорили о том Что легко ли петь На английском языке Да вот на английском Потом мы переключаемся Например на английском На английский Но Там все по-другому То есть если я по-русски говорю Говори Выговаривай Доноси мысль То в английском языке Вот человек пытается Тоже начинать Выговаривать Из-за того Что этот язык Он глубокий Там это все Не нужно Я говорю Просто берешь Одну строчку И говоришь Как одно слово Поешь Не знаю Вот оно Одно слово И максимально Включи Английское произношение Все И тогда Вот нет проблем У человека с английским Они себе его придумывают Они пытаются в нем Говорить как по-русски Вот это ошибка У нас есть на самом деле На На Умамикс Ньюс ЛВ Интервью С Кристиной Корвин Которая была опубликована Там пару месяцев назад Вот Давай я тебе дам Здесь есть кусочек Где ты говоришь о том Что тебе нравится Что не нравится А ты пропоешь это В смысле Что нравится Что не нравится Ну ты Ты рассказывала в интервью Что тебе нравится И что тебе не нравится В жизни Я тебе его сейчас дам А ты нам споешь То есть люди Давай Давай Не поняла Ну давай Ну как смотри Надо я понимаю Что речь идет о том Что текст просто Текст спеть Мы передаем лаптоп И вот Это за задание Задание учителю По вокалу У нас был такой Была такая фраза Да Было такое интервью У нас была такая фраза И ты ее утвердила Значит я сказала Кроме музыки Это про хобби Да А Что кроме музыки Кроме музыки Ничего Мне надо это пропеть Да Мне надо спеть эту фразу Чтобы что Чтобы люди Чтобы видели Как ты красиво поешь Кроме музыки Ничего Я не вышиваю крестиком Боюсь кататься на лыжах Но люблю музыку Жаль что нету здесь сейчас гармонии Я в ней работаю И с ней отдыхаю Слушай Вот у тебя Новости Зачитаны Периодически Приходи Знаешь В пятницу Вот эти идеи Да А политические новости Действительно слабо Вот как-нибудь там Новым президентом Латвии Избрану У тебя получается Немножко панихеда А у Кристины Как-то более оптимистично Да кстати Зависит от текста Вот читаешь И какой-то стиль Прям инородный Из тебя вылазит Необычно Попсовый Конкурсы Вот типа голоса Что они дают Ну насколько Вот Эти конкурсы Могут раскрыть Действительно Человека Или Эти конкурсы Сразу скажу Они могут Не только Кого-то Они конечно Наверное раскрывают Но они Очень сильно Калечат Все что касается ТВ Программ ТВ Шоу Берем даже Там наш Х-фактор Ну Это Телевидение Которому Нужны Рейтинги Да И Если ты туда Попадаешь Не Факт Что ты туда Попадаешь Потому что Ты что-то можешь Может быть Ты умеешь Просто на камеру Делать шоу Ну вот у нас Был Случай Когда Первый сезон Х-фактора Был И попала Девочка Которая Круто Выглядела Круто Танцевала Но это же Вокальный Конкурс Пела Она Грубо говоря Вообще Не очень И когда Она прошла На эфиры Перед жюри Перед зрителями Она пела Это показывали По телевизору И Ей Жюри Сказали Вы очень Классно Выглядите Классно Танцуете Ну поете Вы просто Отвратительно Прямо так и сказали Ну по-латышски Но вот Суть была вот такая То есть когда должен себя чувствовать человек Который в принципе был рад Что он попал Он всем своим друзьям рассказал И за него Голосовали Его смотрели Ну как бы радовались за него Просто Ну отец Наверное Там мой ребенок что-то может И его так Как бы На всю страну Опозорили Ну зачем Да И Когда люди там Выбирают Своей целью Вот я хочу попасть на голос Им очень больно потом Я говорю что Ну понимаете Это не про музыку Сколько сейчас Певцов Вылезло Те которые сидели На фабрике звезд Еще на каких-то проектах Сколько сейчас Правды наружу Выплывает Ну это шоу-мэн Шоу-бизнес Это все заранее Проговорено Договорено Ладно Сейчас там Какие-то голосования Включают Чтобы максимально Люди верили Что это И там как мы знаем Можно Немножечко Почитить А ты Свою дочку Какие-то Будешь отдавать Куда-то На конкурсы На какие-то Да Она у меня танцует Она конечно Вот выступления Те же самые Это ведь тоже конкурс Да Захочет отдам Не захочет не отдам Вот у нас все просто Предупреждать будете Хотела петь Она пела Перехотела Не поет Конечно буду предупреждать Что это не важно Что ты выходишь Просто получи удовольствие Ты должен получить удовольствие Если ты получаешь на сцене удовольствие Его получают зрители Иначе нет смысла Выходить Трестись Нервничать Да И в итоге Ну это же Зритель все чувствует Ему тоже так же Некомфортно Какой у тебя Самый Ну ладно Старый ученик Такой Синьор Ко мне один раз пришла бабушка Семидесяти лет И как? Ну она больше пришла Поболтать В общем что-то она там спела И мы поняли что Она просто хотела чем-то заняться Вот И музыка ее? Нет Музыка ее Но ей нужен был ансамбль А если мы говорим про Вот сейчас Хотела стать вокалисткой в группе? Ну нет Ну как у бабушки? Бурановские бабушки Да Ансамбль Вот они поют Народные песни Вот я такой Ну вот ты ей порекомендовала И потом Может быть ты ее увидела Где-нибудь на сцене Дворца культуры Не-не-не В залу зашла А она там в ансамбле поет Она моя Всего один раз А это бы даже не помню Как она выглядит А сейчас это наверное Возраст ну 45 Средний возраст да? Не средний Нет Ну самое Средний Когда человек 80 лет Решил что все-таки Пение это мое Да Пойдет туда А вообще какие перспективы Вот у людей Которые занимаются Пением Ну вот как Чехов Говорил Что каждого ребенка Нужно высечь При рождении Сказать Не пиши Не будь писателем Потому что это Ну все хотят Ну хоть тогда Хотели все стать писателями Вот сейчас Все хотят стать Скажем Поп-звездами А блогерами Ну зажат Зажат И не может Там даже Голос повысить На кого-то То есть Он приходит На вокал Мы все делаем И походим И походим Мага Ивановна Что это Какое Кристина У нас заканчивается Время эфира Есть ли у тебя Какое-то Не знаю Золотое правило Или какой-то девиз Или такая знаешь Коронная фраза Которую ты часто говоришь Своим ученикам Для того Чтобы они Перестали бояться И вообще Начали двигаться В выбранном направлении Боже Вот эту фразу? Нет Боже Кто здесь? Нет Для каждого Какая-то своя фраза Очень индивидуальная Давай нам тогда Скажем Но От себя скажу Что важно Слушать себя Свою интуицию Все Ну то есть И Делать это для себя Не потому Что кто-то Когда-то Запретил Или Разрешил Или заставил Для себя Жить для себя И делать это В удовольствии Спасибо большое У нас в эфире Была певица Педагог по вокалу Кристина Корвин Мы заканчиваем Нашу передачу Эфир продолжается Спасибо